Смотрим, соответственно, затмение Сатантангофилм. Кстати, вот это скучание по детству, в принципе, это миф, который, соответственно, романтизм создал, то есть детство как некоторый рай, то есть мы скучаем не по детству, мы скучаем про некоторому потерянному раю, который когда-то был. Какой-то волшебный мир с какими-то необычными вещами, которые мы когда-то могли видеть из-за того, что у нас было сознание не загружено действительностью и реальностью. Это всё вот романтическая традиция воспитала, как я считаю, что детство — это не самый лучший период, это период, когда тебя жёстко репрессируют, когда тебе хочется делать одно, хочется делать другое, но тебя заставляют делать третье, что вообще не в твоих желаниях. Вот, поэтому, поэтому детство — это ужасно. Есть определённые плюсы, и тем не менее, мои мысли всё чаще возвращаются в те времена, когда я был маленьким. Времена, когда мы с друзьями, уставшие после игры в футбол, покупали себе самое дешёвое мороженое — фруктовый лёд, и наслаждались каждым его кусочком, сидя где-нибудь в тени дерева. Или промокшие насквозь прыгали через струю воды, бьющую из шланга под тарахтение насоса, каждое лето промывавшего трубы в домах. Или когда катались на линолеуме с зимних горок в лесу и верили в то, что Дед Мороз существует. Абсолютное счастье и ощущение того, что всё возможно, и впереди целая жизнь. Разве это не рай? Но чем старше я становлюсь, чем больше накапливаю опыта и знаний, тем менее счастливой кажется мне жизнь. Самое важное... Это, кстати, вроде бы кадры из фильма «Малека», насколько я вижу. Хотя написано, что разбор затмения. Ну, по-моему, это «Малек», если я не ошибаюсь. Кто у меня? Дерево жизни или что-то типа того. ...снание, которое каждый человек получает в детстве — это знание о том, что он неизбежно умрёт. Поначалу это не оказывает должного впечатления. Умру и ладно, когда это ещё будет. Но с возрастом... Ну, то есть, мне очень нравится манера вообще съёмки и повествования у Малека современного. ...с появлением первых проблем со здоровьем вдруг по-настоящему начинаешь ощущать неизбежность конца. Переход из детства во взрослую жизнь, то есть осознание своей смертности — это и есть момент изгнания из рая. Ну, вот я сказал про вот это и знание из рая, но я этому мифу не верю. То есть это какой-то ложный миф, ложь о том, что в детстве всё лучше вообще нет. Для меня, опять же. Олег — это мой друг, это отмение. Одиозный философ Мартин Хайдегер в одной из своих работ обращает внимание на то, что люди в своих научных и духовных поисках пошли как бы неверным путём. Разделяя мир на бытие и сущее, где сущее — это всё, что нас окружает, мир не только материальный, который можно измерить и пощупать, но и идейный, существующий в нашем сознании, а бытие — это некий изначальный источник всего, находящийся как бы вне. Верующие назвали бы этот источник Богом. Он предположил, что многие годы познания научных и философских изысканий не приблизили человечество к истине, а на... Я не видел затмения. ...оборот отдалили. Я вообще мало смотрел, что у Антониони. По-моему, собственно, вот то, что мы посмотрели и обсуждали у Маргинала. Это же Антониони был или не Антониони? А, фотоувеличение видел, да. Наверное, всё. Что значит, что я у него смотрел? Ох, шути итальянца. Сущее загородило бытие, то есть то нагромождение культурных парадигм, философских концепций, научных теорий, что свалилось на нас в последние пару сотен лет, лишь загораживает свет настоящей истины. Несмотря на весь технический и социальный прогресс... Ну, то есть прогресса нету, наука не нужна. Это всё мифология романтизма. То есть романтизм нам говорит о том, что, соответственно, всё, что было в эпоху Возрождения, весь этот прогресс, всё это интеллектуальное развитие, да, оно ничего не достигло. То есть всё это привело лишь к войнам, всё это привело лишь к новым способам умерщвлять людей. То есть никакой гуманности в этом нету. И весь прогресс, он иллюзорен, как и наука, наука, которая ничего не открывает, наука, которая всё лишь называет. Да, тут как бы всё это вот как и раскрутится и о потерянном рае, и о... Жизнь стала только сложнее, нервознее, человек как бы потерял ориентиры, сбился с пути. Затмение – это как раз тот случай, когда одно небесное тело загораживает свет другого. Солнце в этой метафоре символизирует бытие. Луна – сущая, а Земля – человечество. То есть люди как бы оказались в тени затмения. Именно так называется фильм Микеланджело Антониони, о котором я сегодня расскажу, и который считаю лучшим из всех, что когда-либо видел. Эта история не любит двух героев, мужчины и женщины, которых вроде бы влечёт друг к другу, но тем не менее у них ничего не получается. Что-то как будто бы стоит между ними в прямом и переносном смысле, как луна между Землёй и Солнцем, как знание между истиной и человеком. Парадоксально, но познание на самом деле не приближает нас к истине, а наоборот отдаляет. Не, Селентин, ну за факт прогресса нет. Война осталась, убийства остались и так далее. Зависит определение, могу сказать. То есть, разумеется, прогресс есть. То, что мы можем с вами сейчас общаться в прямом эфире. Вот, то есть технически развитие, оно осуществляется. И многие там проблемы решаются. То есть сейчас компьютер может в реальном времени кодировать видео через поток, через протокол RTMP, отсылать это видео на сервер, где через CDN. То есть до этого всё надо было дойти, на это всё надо было придумать. И это всё равно какой-то прогресс, инноваторство в плане возможностей. Технический прогресс. Ну, он же существует. И он, конечно же, изменяет нашу жизнь. Изменяет наши привычки, изменяет нас. Во всех эпохах делаем одно и то же, только по-другому. Но то, что мы делаем по-другому, это и меняет наши привычки. Хорошо ли это плохо, это уже другой вопрос. То есть я бы не назвал прогресс какой-то эволюцией, хотя, возможно, что-то прогресс упрощает и ускоряет. И, наверное, у меня был тейк, возможно, не очень удачный. Прогресс – это способ передачи информации про логистику. То есть чем лучше задачи логистики решаются, тем мы на лучшей стадии прогресса. Изобрели колесо – перевозим груз быстрее. Изобрели самолет – перевозим груз быстрее. Изобрели оптиковое окно – передаем информацию быстрее. И так далее. В частности, есть два типа героев. То есть чем эта передача ускоряется, тем мы на большем стадии развития. Ну, прогресса не существует. Человек материальный – зовут его Пьеру. И человек духовный – главная героиня Виттория. Первый тип почти всегда воплощен в знающих свое дело, успешных, но при этом одномерных людях. То есть зацикленных на чем-то одном. Они как будто ничего не видят вокруг, двигаясь по жизни. И время обработки информации. Единственным путем – путем накопления материальных средств. В одной из сцен герои больше заботят состояние его машины, а не тот факт, что человек, сидевший за рулем, утонул. Для подобных персонажей, другие люди – это еще одно средство. И ничего более. Герои вроде Виттории гораздо интереснее. Они бывают двух подтипов. Женщина в экзистенциальном кризисе, ищущая любовь, или мужчина в творческом кризисе, ищущий вдохновение. Казалось бы, достаточно непохожие типажи, но на самом деле это одно и то же, ибо поиск любви и поиск творческого вдохновения имеют общее начало. И то, и другое – это созидательный процесс. Результатом любви становятся дети, а результатом творчества становится искусство. От любви бывают дети. Ты теперь один на свете. Помнишь песню, что когда-то наша мама напевала? Не помню. Это из Бродского. Один из моих любимых стихотворений Бродского. Называется «Представление». Всем рекомендую его с ним ознакомиться. Так вы же сказали, что прогресс не настиг, потому что, согласно романтикам, идет гуманизм. Я сказал вот насчет романтиков, но я не сказал, что я с ними согласен. Мало ли, что считали себя романтики. Они, к сожалению, тоже сменились другими. Мы живем уже в постмодерне, а не романтизме. И другое – это наш способ борьбы со смертью. Как я говорил в прологе, главным знанием, которое мы обрели после того, как сорвали запретный плод, было знание о смерти. Исходя из которого, все, что делает человек в жизни, сознательно и неосознанно это... Доктор Сон 2009 года. Финич, к сожалению, я его не видел. Надо убрать функцию. Я ничего не видел. Может быть, стоит активнее смотреть фильмы. В том или ином виде борьба с ней. Создавая семьи и рожая детей, мы таким образом переносим свои гены, то есть частичку себя в будущее. Создавая произведение искусства, мы как бы запечатляем свой образ мышления и видение мира в вечности. А, я понял, я про него читал. Да-да-да-да-да-да-да. Я понял. Это продолжение сияния. То есть любой созидательный процесс и любовь, и творчество это лишь способы борьбы со сознанием своей смертности. Но чем дальше мы живем, тем тяжелее нам бороться. Фаустовская трагедия заключается в том, что человек, обретя знания, потерял возможность любить. Мы научились строить ракеты и выходить в космос, но до сих пор убиваем друг друга в кровопролитных войнах. Чем более развитым, то есть знающим становится человечество, тем тяжелее нам созидать. И в области любви, и в области творчества. Ни один из героев фильма, ни Витория, ни Пьеро не приходят на финальное свидание, потому что не чувствуют в себе способности к чему-то созидательному. Лишь неуверенность и нервозность перед... Ну, я бы, наверное, этот фильм... Я его не видел, надо его посмотреть. Я бы его через абсурдность жизни, через пустоту жизни рассматривал. Я бы его не стал бы смотреть через вот эти все романтические мифы. Вот. Но, видимо, ему так лучше. Откуда мы знаем? Боясь пауков. Я не смотрел этот фильм. Посмотрел что-то... Посмотрел что-то из «Оскарского война под земля кочевников». Да, видели землю кочевников. «Минари, Иуда и Черная мессия», например. «Землю кочевников» только видел, мне она понравилась. То есть, неплохой фильм. Такой очень... Очень спокойный, медитативный и... Ну, в общем, его стоит посмотреть, но не скажу, что прям восторг-восторг. ...режиссером через поведение главной героини. Также и в современном мире постепенно отмирает институт брака, и все больше людей выбирают жизнь без детей, ибо слишком много знают о тех трудностях, к которым приведет этот путь. Можно ли вообще создавать пару, учитывая, как много нового мы узнали об устройстве психики, о мотивациях и биологии человека за последние полтора века? Раньше любовь была высоким чувством, а сейчас это просто гормональный процесс. Искусство, в свою очередь, вступило в самый кризисный этап своего существования, так называемый постмодернизм, где практически невозможно создать что-то новое, остается лишь иронизировать, или деконструировать, то есть разрушать и пересобирать заново то, Я считаю, это как бы самое интересное, то есть это лучшее время искусства. Очень-очень, ну, разумеется, для, наверное, для Стантан, для таких людей это страшно, но мне как раз интересен какой-то, какой-то анализ, какое-то вот копание, какая-то деконструкция. Уже было сделано до нас. Искусство перестало быть элитарным и стало массовым, в связи с чем потеряло свой блеск. Как жить в этом мире конца истории, конца культуры? Ответа не знает никто, ибо он скрыт в тени затмения. Витория и Пьеро, как Адам и Ева после изгнания из рая, пытаются научиться жить в этом новом для них мире. Микеланджело Антониони, чей творческий взлет пришелся на золотой век кино, как искусство, время, когда новые волны захватывали одну национальную кинематографию за другое, был одним из тех, кто по сути создал весь современный арт-хаус. Расхожим при упоминании фильмов итальянского режиссера стало понятие некоммуникабельность, что, на мой взгляд, не совсем правильно и сильно упрощает суть того, что он показывает в своих произведениях. Картина Антониони не просто о том, что люди разные и не понимают друг друга. Ну, это же другое. Он как раз сказал про экзоциальный кризис, и здесь можно взять тогда Сартра, да, то, что другой человек — это всегда ад, другой человек — это всегда что-то непонятное, его непостижимое, и другой человек всегда будет для нас разочарованием. Кендрик Ламар. Здравствуйте. Спасибо, что зашли. Соглы насчет постмодерна. Он интереснее модерна. Даже в самой своей концепции он открывает бесконечные возможности по комбинации существующих элементов. Да, да, да. Поэтому он вмещает в себе все, что было, что есть. То есть, по сути, это была же задача Джойса. Джойс хотел в Улисе написать всю литературу, которая была и будет после. Вот. Это задача постмодерна, оказывается. Ну, вот шире. О глубинных причинах этого непонимания. Именно он впервые использовал прием под названием дедраматизация, то есть уход от внешнего сюжета к показу внутреннего мира людей, населяющих фильм. Произведения Антониони, в отличие от обычных картин, развиваются не благодаря каким-то внешним событиям и поворотам, а через поиск героев самих себя в рамках того мира, в котором они существуют. Сеттингом, то есть местом действия, становится сознание и подсознание персонажей. По сути, он был одним из самых ярких представителей той группы режиссеров, которые в конце 50-х, начале 60-х изменили сам язык кино. Своей нестандартной драматургии, работой с актерами, музыкой, визуальным рядом итальянец пытался нащупать новый путь к истине, как и упомянутый выше Мартин Хайдегер, пришедший к тому же выводу. Одной из причин, почему сущее затмило бытие, стал язык, как основа межчеловеческой коммуникации. Возможно, когда-нибудь, благодаря таким людям, как Хайдеггер и Антониони, методам проб и ошибок, нащупывающих новый способ осознания бытия, мы все-таки выйдем из тени затмения и обретем истину. Или нет? Это история о космическом корабле, который летит к Солнцу. Прямо к самому Солнцу. А он не сгорит? Мой космический корабль, это бывший астероид, захваченный в космосе. Он сделан из редчайшего минерала, выдерживающего температуру в миллион градусов. А зачем он летит к Солнцу? Чтобы его изучить. Когда человек поймет, как распределена материя в строении Солнца, ее динамику, возможно, он поймет, и как устроена вся Вселенная, и поймет природу вещей. Это антикоза. Идопо. А что потом? А потом? Обско-допо. Солнца. 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 Солнца.